Анна Граденцева Здравствуйте! Мы знаем, что вы здесь самое главное. Расскажите, да? Вот мы видим эскизы, видим готовые костюмы. Расскажите, как это все готовилось? Что вам именно рассказать? Рассказать, как шили? Да. Нет, девочки, ну у нас сейчас выпуск, вот уже скоро, 7 числа, премьера Цыганского оборона, да? Вы знаете об этом. Вот. Это очень многодельный спектакль, потому что народные костюмы, народная основа, очень много отделок красивых, и, конечно, цехам пришлось непросто. Вот. Ну, прежде всего, вот вы видите эскизы, которые делались к этому спектаклю. Затем уже подбирались ткани, и шла, начиналась работа, да? Это все 4 месяца, да? Сколько я знаю. Ну, да, наверное, да, наверное, уже прошло, уже пролетело просто 4 месяца, да. Вот. Ну, вот сейчас мы уже выпускаем, здесь уже, видите, уже немного костюмов осталось. Вот они. Вот такие, сякие. Вот. Главные герои уже, у них фотосессия, они уже забрали свои костюмы. А какой костюм был самый сложный? Ух, любой. Каждый костюм. Вот, посмотрите сюда. Вот. Видите? Вот это наша хозяйка Валентина. Нет. Вот. Это вот все главные герои. Это Арсена. Вы видите, все вышивки, доводки и, как бы, костюмы очень сложные в отделке. А кто-то, чей костюм? Для кого это? Это Арсена. Это героиня такая. Девочку зовут. Вот. Но в этом спектакле все, как бы, все главные. Вот это балет. И для них это цыганский танец. Для них делаются вот такие вот жилеты. Вы видите, они достаточно сложные. Вот. А откуда вот сами идеи эскизов? Их специально для этого спектакля разрабатывали? Конечно, к любому спектаклю художник делает эскизы костюмов, сценографии, конечно. И в зависимости от сценографии уже делаются костюмы тоже. Потому что в каждом театре цыганский барон разный. Понимаете? Нет одинаковых. Потому что разные художники работают, разные режиссеры. От замысла режиссеры то, что он хочет. Вот. В зависимости от этого и меняются замыслы художника. Если в театре не умеют читать эскиз художника, это самое страшное. То есть тогда нет смысла вообще делать. Изначально все с нуля начинается. Понимаете? А когда вот эскиз, и когда после ткани начинают его воплощать, бижутерия, отделка и все прочее. И ты смотришь, как твои картинки уже ходят по сцене в костюмах. Когда мы ткань подбираем, во-первых, она не должна быть там. Например, если мы делаем вот народный блог, да? Мы не можем брать синтетические такие вот блестящие ткани, которые... Понимаете? Костюм на сцене сразу должен иметь биографию. Чтобы биографию эту создать, мы должны найти такие ткани, которые прожили жизнь, когда мы смотрим. Понимаете? И много современных тканей, они ломкие, блестящие, ну, как бы, с которыми очень трудно работать девочкам. Они то садятся под утюгом, то, наоборот, растягиваются. В общем, и в то же время в музыкальном театре тоже очень важно, чтобы ткани были пластичные, потому что это балет, это танцы и движение. И если актер очень резко делает движение, а ткань сухая, то, естественно, костюм рвется. Скажите о своем костюме, такой интересный костюм. Ой, вы знаете, очень хорошие костюмы у нас, такие вот и удобные, и красивые в стиле. Поэтому вот цыгане, это отдельно цыгане, вот Арсена, она такая романтическая у меня роль. И вот по костюму видно богатая девочка, поэтому вот очень интересно. И художник у нас очень интересно, это все сделала, Олечка, поэтому очень красиво. И это первый костюм, есть еще второй костюм, который Арсена переодевается. Ну вот, я думаю, что люди придут в зал, они будут очень рады нашей стилистике, нашего спектакля. Все очень стильно, красиво, приходите, мы очень рады вас видеть. С артистами советуются, вот какой будет цвет, как оно будет все выглядеть, какая будет вышивка? Или это уже, это тайна такая для артиста? Это вначале они рисуют, договариваются, вначале это тайна, потом нам показывают макет, а в конце мы, ну, одно дело на фотографии, понимаете, но почему-то всегда красивее, когда вот уже вот, а мы в готовом виде, мы видим эти ткани, как бы все-таки мы не художники, мы просто артисты. И нам, конечно, это все где-то интересно, как же это будет сочетаться, вот все. И когда мы в конце это все увидели, конечно, это красота. Здравствуйте, вас как зовут? Татьяна. Что вы шьете? Вот такую красивую штуку, это венгерский костюм, все видите на сцене, на актере, все вот это вот вручную делается, получается, как видите, красиво. Сколько времени вот у вас уже ушло на эту работу? День. Арсена – это дочь Зупана, у которой вот развел хозяйство свинок, и вот она такая девочка, училась в пансионе, милая, добрая и с хорошим таким бойким характером, как у своего папы. Вот, она влюблена в пастуха, который работает тоже у Зупаного, такара. Ну, естественно, папа не хочет такую партию и хочет выдать ее по расчету за королевского судью, за старикашку. Естественно, она не хочет этого. И вот так у нас мы весь, все это время пытаемся папе доказать, что для нас любовь все-таки важнее, чем выйти замуж по расчету. А костюм вы уже свой мерили? Ну, вот это так, шапочка. Это вот на второе действие у нас будет такая шапочка. Шапочка, вот это шикарная юпочка. Вот, шапочка. Вот это юпочка, вот это прекрасные у нас костюмы. Вот это костюмы на второе действие. У нас сапожки. Это шили у нас в мастерской, у нас прекрасный сапожник, это сами вот шили такую красоту. И очень удобно, и нам очень нравится. А удобная одежда? Удобно в таком танцевать, петь? На самом деле мы пробовали всего один раз, поэтому точно до конца еще не знаю, но думаю, что приспособиться можно ко всему. Да, так как у нас такая профессия, как говорится, неудобно, значит хорошо. Значит, работать будешь лучше.